Москвичи при онлайн-голосовании смогут изменить выбор в течение суток. Вот представьте себе, проголосовали вы на избирательном участке. Пришли говорить, а я передумал. Дайте мне одну бюллетенечку, я там свой голос подправлю. Такого нигде никогда не было. Теперь электронной технологии теперь можно. Центр избирком России внес изменения в порядок дистанционного электронного голосования. Казалось бы, система давно отлажена, за нее деньги уплочены. Она вся такая проверенная-перепроверенная, опробанная-переопробанная. Иначе ее просто нельзя допускать к такому серьезному мероприятию, как выборы Государственной Думы. И тем не менее, сейчас они решают ее в последний момент что-то там изменить. Участники онлайн-голосования могут возвратиться к бюллетеню в рамках механизма отложенной решения. В течение 24 часов вместо одного календарного дня. Участник ДЭК может осуществить возврат к бюллетеню в течение суток с момента первой времени сессии анонимизации, но не чаще, чем раз в три часа. А 19 сентября до 20.00 по московскому времени. Волеизъявлением участника ДЭК считается последний по времени сделанный им выбор, говорится в постановлении ЦИК. Ранее зампред общественной палаты Москвы, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов, главный редактор Эхо Москвы, обратился к главе Памфиловой с просьбой разрешить применение функций отложенного решения. Так это еще Венедиктов этого добивался? И зачем? Мы обращаемся к вам с просьбой рассмотреть возможность изменить порядок применения отложенного решения. В чем смысл? Ты зашел, ты проголосовал. Зачем что-то там менять? Единственное, вот позитивный смысл, который здесь может прослеживаться, если вас заставляют проголосовать в электронной форме, понятное дело, за Единую Россию, вы это дело фотографируете, а потом заходите через три часа и меняете выбор, голосуете за КПРФ, в этом плане может быть смысл какой-то и есть. Но само по себе электронное голосование, оно открывает простор для фальсификации, поэтому по возможности, друзья, пожалуйста, не участвуйте в этом. Идем 19 сентября, после обеда, вечернее, ближе к вечеру время, голосуем на бумажных бюллетенях, и наблюдатели проследят, чтобы ваши голоса правильно посчитали, и делаем это не только в Москве, и не только в тех регионах, где есть электронное голосование, по всей стране, если мы так сделаем, да еще пару-тройку друзей, знакомых, родственников на избирательном участке приведем, можно будет говорить о полной победе над Единой Россией. Это реальность. Электронное голосование будут проводить Севастополь, Ростовская, Курская, Нижегородская, Мурманской и Ярославской области. Москва будет голосовать через местную платформу, остальные регионы на платформе, разработанные Центрозбиркомом, Министерством цифрового развития и Ростелекомом. Вот это вообще сама история, когда в Москве есть какая-то своя платформа, для меня тоже является дичайшей загадкой. Вот просто дичайшей. Я так понимаю, Собянин боится, что люди будут голосовать в обход его подчиненных, то есть его группы влияния, потому что наверняка сделано это неспроста. Я так могу предполагать, фантазировать, что влиятельные люди из Минцифры, может быть, это элитный клан, связанный с Германом Грефом, с Дмитрием Медведевым, у них своя система, они будут иметь возможность каким-то образом повлиять на результат электронного голосования в одних регионах, а вот Собянин у себя придерживает другой кусочек страны под личным контролем. Кстати, о паниках в элитке. Сотрудникам многих федеральных органов исполнительной власти, министерства, ведомства, департаменты активно выдают неожиданные премии, причем выглядит это как нонсенс. Без традиционной градации начальству больше, остальным по-всякому, то есть всем поровну, как имеющим равные избирательные права. Средний размер этих выплат в различных ведомствах составляет 50 тысяч рублей. Как это можно интерпретировать? Вариант первый. Власть понимает, что даже чиновники не готовы за них голосовать и раздает бабки своим. Второй вариант. Они понимают, что выборы могут быть проиграны и опасаются, что чиновники начнут при смене власти очень быстро стучать и сдавать коррупционные схемы, в которых те были замешаны. И сразу же будут массовые уголовные дела. И чтобы немножечко их задобрить, подкупить, вот вам, ребята, по 50 тысяч внезапно. Ни Новый год, ни День Победы, никакого праздника. Но перед выборами по 50 тысяч выплачивают. Неплохо так? Согласитесь, это неспроста происходит. Эти ребята точно не участвуют в предвыборной гонке. Эти люди не являются наблюдателями или членами избирательных комиссий. Так что на самом деле во власти-то как раз очень боятся. Боятся, что выборы будут проиграны. И нам пытаются внушить, что от нас ничего не зависит. Напротив, как раз сейчас есть шанс повлиять на ситуацию. Сейчас, когда люди возмущены, за все последние годы накипело, накопилось, стоит пойти и сказать «нет» партии жуликов и воров. Уже следующие выборы будут коренным образом отличаться от того, что произойдет через две недели. Контуры избирательной реформы перед Центризбиркомом действующие лица Булаев, Лопатин, Хаймурзина, Курдюмов, Бударина поставлены следующие задачи. Первое. Увеличить к 2022 году количество регионов-участников дистанционного и электронного голосования, то есть через интернет, до 12 регионов. Провести выборы высших должностных лиц регионов с использованием ДЭК в трех регионах. Второе. Завершить переход программного обеспечения электронного голосования на новую технологическую платформу, то есть они еще что-то новое вообще разрабатывают. Не московская система и не Минцифровская система. Новая платформа к единому дню голосования следующего 2022 года. Завершить закупки технического оборудования обеспечения ДЭК к единому дню голосования 2023 года. Довести к 2024 году количество участников ДЭК до 80% от текущего количества участников голосования. Вот это, пожалуй, самый серьезный пункт, друзья. Вдумайтесь. Уже сейчас инсайдеры сообщают, что через два года они собираются 80% выборов проводить через интернет. Мы же тогда вообще ничего проконтролировать не сможем. Буквально пару лет назад они рассказывали, что электронное голосование — это такой, знаете ли, костыль. Помощь для людей. Ну, отъехал ты, поехал в деревню на дачу, у тебя какие-то дела возникли, ты заболел, у тебя нет возможности прийти на избирательный участок. И вот для таких людей понятное дело. Электронное или интернет-голосование. Никаких вопросов не возникает. Теперь наоборот. 80% должны голосовать от страны, должны голосовать через интернет. Вы же понимаете, к чему это идет? Обеспечить техническую возможность голосования через дистанционное и электронное голосование для всех избирателей Российской Федерации. То есть через три года, через два с половиной года они собираются проводить дистант не в семи регионах, как сейчас, не в 12 регионах, как в следующем году. Во всех субъектах Российской Федерации. По всей стране абсолютно. И 80% нас с вами, дорогие друзья, должны будут голосовать именно электронной форме. Использование обычных избирательных комиссий останется только в качестве альтернативы. Теперь бумажные бланки, это будет костыль. А в основе все через интернет делается. Для лиц пенсионного возраста, не имеющих современных средств связи, инвалидов, лиц с ПОДА, которым требуется надомное голосование, военнослужащих и заключенных. Четвертое. Сократить количество членов избирательных комиссий на 70% благодаря сокращению количества участковых избирательных комиссий. Завершить кадровую реформу до марта 2024 года в соответствии с утвержденными дорожными картами. Завершить реформу избирательного законодательства до 2023 года. Я обращаю внимание и подчеркиваю, если у вас есть знакомые, которые работают в этой системе, получают денежку, организуя выборы, через три года вас вышвырнут. Вы никому не будете нужны. Через три года вы будете сокращены. Вместо вас будет работать специальный сайт. Вы в прошлом. Подготовить реформу избирательной системы по использованию ЕСИА на платформе госуслуги для возможности сбора подписей избирателей в электронном виде для выдвижения кандидатов в качестве самовыдвиженцев на выборах всех уровней к 2026 году. Провести выборы президента Российской Федерации в 2024 году на новой технологической платформе с использованием массового электронного голосования. То есть уже следующие серьезные выборы. Выборы президента в 2024 году будут проходить полностью в электронном режиме. Проконтролировать, пронаблюдать невозможно. Если сейчас Единая Россия одерживает верх, знайте, путинская система будет существовать еще очень долго. Единственная в дальнейшем перспектива – это социальный взрыв. Возможно, что-то изменится, какие-то будут, может быть, новые аспекты откроются со временем. Но сейчас я других вариантов не вижу. Следующим выбором нельзя будет доверять от слова «совсем». Куча информации о том, как фальсифицируются выборы. Центр-разбирком, прокуратура, средственный комитет изображают бурную деятельность. Мы сейчас со всем разберемся. Никаких уголовных дел. Максимум административка. Совсем максимум редкость. Это условные сроки. Это сейчас, когда есть бюллетени, когда можно хотя бы проконтролировать и заметить фальсификацию. В электронной системе, в электронном режиме это будет вообще невозможно. И как? И чего? Друзья, ситуация крайне серьезная. Еще на этапе предварительного голосования этой весной в правительстве подтвердили, что личные кабинеты госуслуг взламывались единороссами. Минцифра провела собственное расследование и выяснила, что такие случаи не единичны. Взламывались слабозащищенные аккаунты, то есть, если пароль уже засветился где-то, использовался на других платформах или состоит из простых символов, велика вероятность, что он окажется в руках злоумышленников. В Единой России тоже заявили, что поддерживают проведение проверки, но извиняться за косяки своих региональных подопечных не стали. Прошло три месяца. Вы что-то слышали о развитии этой истории? Конечно, замяли, спустили на тормозах. Между тем, продолжается накат против КПРФ, в котором замешаны и провластные, и типа оппозиционные, либеральные телеграм-каналы. Вот дабл-ядь пишут. После долгих и тяжелых размышлений, буквально за пару недель до выборов, КПРФ пообещала добиться снижения пенсионного возраста. Наверное, мы никогда не узнаем, каких нервов стоило Геннадию Андреевичу выбить у кураторов из администрации президента разрешение, произносить такие обещания, но он выбил. Впечатление несколько портит тот факт, что два с лишним года от фракции КПРФ в Госдуме не поступило ни одного законопроекта по снижению пенсионного возраста. Но электрад КПРФ на такие мелочи внимания не обращает. То была плохая фракция, безинициативная, плохо мотивированная, вообще не в ресурсе. Вот новая фракция в Новой Думе. Уж она покажет им всем, где красные раки зимуют. Честно-честно. Другое дело, что знамя критики пенсионной реформы, выпавшей из слабеющих рук КПРФ, кажется, подобрала партию пенсионеров. В большой партийной семье прощелкать клевым оказалось проще простого. А теперь посмотрим по фактам. Открываем Яндекс.Новости. Можно, конечно, еще раньше посмотреть, но давайте и не станем. 23 февраля 2020 года, полтора года назад, представители КПРФ на митинге выступили за внесение своих поправок Конституции, включая отмену пенсионной реформы. Мишустин на вопрос фракции КПРФ в Госдуме готов ли отменить пенсионную реформу, четко сказал, о снижении пенсионного возраста не может быть и речи. Они от нового правительства это требовали, в том числе от Мишустина. В Госдуме. 24 февраля. Среди других требований. Отмена реформы пенсионного возраста. 29 ноября. Новые известия либеральные пишут. Пенсионные мечтатели. Почему идеи думской оппозиции обречены на провал? Лидер КПРФ Зюганов настаивает на необходимости отмены антинародной антиконституционной пенсионной реформы, но ему объясняют, почему он бреднями занимается. Спасибо либералы за такую поддержку. Зюганов выступил на телеканале «Россия-24» и потребовал отменить пенсионную реформу. Он постоянно об этом говорил. И Зюганов, и все КПРФ, и отдельные региональные представительства в Мосгордуме готовили закон о повышении пенсионного возраста как абсолютно антинародной, нельзя принимать в принципе. Друзья, вот постоянно коммунисты поднимают этот вопрос. Вот, например, КПРФ, борющийся с пенсионной реформой с момента ее принятия, требует отменить оную. Гражданам пострадавшим даже выплатить компенсацию. И почему-то нас обвиняют в том, коммунистов левых, что мы сидим и ничего не делаем, ничего не предлагаем. Если бы у КПРФ было в Госдуме большинство, у этих претензий были бы хоть какие-то основания. Сейчас это бред сивой кобылы. На самом деле АПшечка просто боится, что коммунисты, памятуя о пенсионной реформе и подхватывая значительную часть наших граждан и общественных настроений, могут выиграть выборы. Вот Низыгр разродился статьей. Что же нам делать с пенсионной системой? Пенсионная система закономерно занимает одно из ведущих мест предвыборной кампании. Выделяют две инициативы. Кто-то выделяет инициативу. Первое. КПРФ предлагает вернуться к дореформенному пенсионному возрасту. Уже два с половиной года, почти три года предлагает вернуться, отменить эту долбанную реформу, что повысит расходы пенсионного фонда на два с лишним триллиона рублей, которых нет в его бюджете. Скажите, пожалуйста, а в бюджете Российской Федерации есть такие деньги? Да. Абсолютно да. У нас сейчас денег накоплено в государственном бюджете. Неиспользованные остатки. 18 триллионов рублей. Этого хватило бы на 8, нет, на 9 лет выплаты пенсий. По-прежнему всем данным. И это учтите, с какой скоростью у нас сейчас старики вымирают от коронавируса и вообще развала медицины. Обратите внимание, что эти деньги, если правильно отрегулировать налоговое законодательство и вообще деятельность нашего Центрального банка, эти деньги не будут утекать куда-то в офшоры, а будут циркулировать в экономике. И деньги, которые вы раздадите пенсионерам, они отнесут их в магазин, купят себе покушать. Эти деньги превратятся в налоги, превратятся в заказы для пищевых производств, для аграриев наших, поднимут сельское хозяйство. Эти деньги должны работать в экономике, как это делается во всем цивилизованном мире. Но нет, администрация президента Енис Игорь, как рупор некоторых башенок, он подчеркивает, денег нет, ребята, денег опять нету. Вот на подачечку перед выборами полтриллиона рублей, понимаете, единоразово, это была возможность. А вот еще найти, три раза по столько же, такой возможности нету. Единая Россия сформулировала проект, согласно которому в зачет необходимого трудового стажа в 42 года будут включено время, проведенное на военной службе, в том числе по призыву. Стоимость этой корректировки гораздо скромнее и укладывается в бюджет ПФР в 4 триллиона рублей при сопоставимом пропагандистском эффекте. Вы кого лечите? Какой сопоставимый пропагандистский эффект? Вы хотите потратить в сотни раз меньше денег и сделаете вид, что отменили пенсионную реформу? Господи, вот клинические идиоты, как говорится, горбатого могила исправят. Второе. Необходимость кардинально менять пенсионную систему не исчерпывается поправками Единой России или КПРФ. Проведенная реформа, которую инициировал Кудрин по рекомендации МВФ. А, так это Кудрин виноват. Это не Путин, не Силуанов. Это Кудрин. Скажите, а Кудрин, он в какой должности был? Глава счетной палаты. Причем тут Кудрин? Проводили выходцы из института Гайдара, принеся громадный урон репутации рейтингом всех ветвей власти. Не решила ни одной проблемы ПФР, который продолжает испытывать дефицит средств. О как! Так может, все-таки отменим эту долбанную пенсионную реформу? Не-не-не-не-не. Это популизм безответственный. Стоит ожидать, что в целях политической целесообразности принципиальные изменения будут анонсированы в межвыборный период и отнесены к 2024 году, опережающие по жесткому требованию президента вернут индексацию работающим пенсионерам, что до сих пор отказывается делать Силуанов, игнорируя требования к конституции и рекомендации Путина. В правительстве идут дискуссии, какой вариант пенсионной реформы выбрать, имея в виду негосударственное пенсионное обеспечение, индивидуальный пенсионный капитал, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Друзья, администрация президента дает сигнал, как бы, зачем вот эти каналы существуют. Они этот бред пишут не для широкого читателя. Понятное дело, что пенсионеров в Телеграме-то сидят мало. Это более такая деловая, я бы сказал, сеть, более для профессионального общения. Они пишут такие статьи, чтобы губернаторы, депутаты на местах где-нибудь в отдаленных ханты-мансийских автономных округах еврейской автономной области знали, что говорить. О, Единая Россия будет включать военную службу в стаж трудовой. Уже хорошо, мужчинам-то все-таки на годик пораньше выходить на пенсию. И вообще думаем, а как же все-таки реально позаботиться о пенсионерах, обязательно придумаем. И вообще, Путин не виноват, это все Кудрин сделал. Бред его разоблачать перед своими родственниками, потому что они этот бред рано или поздно обязательно услышат. Вместе мы сила, вместе прорвемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok